привет друзья меня зовут элегерт и иллюстратор и в этом видео я расскажу вам покажу как я рисовал вот эту иллюстрацию так что смотрите берите какие-то приемы себе на вооружение надеюсь они вам пригодятся погнали я начал конечно же со скетча то есть такой сделал маленький маленький эскизик чтобы просто понять что я хочу нарисовать меня почему-то бомбануло нарисовать что-то про выборы в нашей стране и вот я придумал такой эскиз какая-то корона а который тянут в разные стороны руки дальше взял этот эскиз растянул его то есть сделал больше на весь лист разрешение файла у меня я беру стандартный а 4 формат и делаю разрешение ему не 300 dpi 500 или 600 это позволяет печатать эти файлы до моей иллюстрации в большом разрешении то есть на больших носителях и вот растянул мой неврежен такой эскиз и уже в отдельном слое начал прорабатывать этот эскиз то есть начал делать его более детализированным мне специально хотелось сделать такое нереалистичные какие-то объекты предметы я сделал руки такие более мультяшные что ли и вот когда я закончил свой скетч проработанный скетча сделал его чуть-чуть прозрачнее на фон и сделал такой цвет какой-то сиреневый темно-сиреневым сначала хотел на черном но потом подумал что большинство моих иллюстраций все-таки на черном фоне и здесь мне уже захотелось дать какого-то цвета до другого цвета потому что глаза немножко тоже устали от этого эту иллюстрацию рисую для себя просто по практиковаться свободное время на нее мне ушло порядка трех по моему часов то есть довольно быстро я и нарисовал и далее в отдельных слоях я начал делать основу для всех объектов в моей иллюстрации то есть я сделал основу для передней части видимой части короны дальше в другом слое сделал основу для задней части короны которая вогнутая и конечно же в отдельных слоях и начал рисовать руки то есть каждую руку в отдельном слое в рисовании этой иллюстрации я использовал свои собственные кисти купить вы их можете по ссылке в описании к этому видео они реально очень крутые я собирал эти паки несколько лет до делал эти кисти и кстати ребят не ленитесь ставить свои лайки вот я сам по себе знаю очень порой ленно до поставить кому-то лайк даже вы посмотрели видео даже если вам понравилось это видео но пожалуйста делайте не ленитесь это это очень важно для автора до для создателя этого видео потому что благодаря лайкам ваших комментариев youtube позволяет ранжировать это видео несколько выше до чтобы его увидели немножко большее количество людей это очень полезно для автора видео в данном случае для меня поэтому не ленитесь ставьте ваши лайки и подписывайтесь на канал если еще не подписаны и так я надеюсь вы все поставили уже лайки написали в комментариях что вы об этом всем думаете и вернемся к иллюстрации я рисую эту иллюстрацию своей техники и в этой технике которые рисую очень важно чтобы нижележащий слой не просвечивался да не забивал какой-то объем у верхнележащего поэтому я истираю нижележащий слой по контуру далее в отдельном слое добавил толщины короны то есть в отдельном слой просто взял более светлый оттенок желтого и сделал как бы такой срез толщину ну и затем перехожу к самому интересному к созданию объема то есть к распределению света и тени повторюсь очень очень важно понимать принцип того как свет ложится на какие-то объекты какие-то предметы разные по форме опять-таки хорошим подспорьем являются все предметы которые окружают вас кружки лампы и все 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 вокруг мячики поэтому всегда подсматривайте на эти объекты и вот так я собственно прорабатываю до тени в моей иллюстрации используем маску слоя то есть я в том слое где я хочу рисовать делаю маску слоя ставлю черный цвет использую свою кисть начинают там прорабатывать какие-то места рисуя стирая тем самым формируя объем плавные переходы от темного к светлому и чтобы добавить такой блик грубо говоря освещенный участок на мою корону я делаю еще один слой вкладываю его в нижележащий слой используя clipping mask то есть вы зажимаете кнопочку alt на клавиатуре и появляется такая стрелочка с квадратиком и как бы вкладываете верхний лежащий слой в нижний это позволяет не вылезать всем тем линиям до точкам которые вы рисуете за пределы ниже лежащего слоя это очень очень удобно и так я выбираю свою текстурную кисть она состоит из таких маленьких маленьких точечек и определенного рода настройки кисти и начинаю делать объем используя свою кисть узнать как делать подобную кисть вы можете посмотрев ролик на моем канале ссылка появится вон там и вы можете опять-таки повторюсь скачать эти кисти по ссылке в описании к этому видео если вы делаете такие кисти то очень важно сделать такую же кисть на ластик то есть чтобы вы рисовали этой кистью и стирали этой же кистью тогда эффект использования этой кисти этих кистей получится более равномерный более гармоничный и абсолютно точно также я рисую освещенные участки на руках то есть делаю новый слой беру какой-то более светлый оттенок синих рук и рисую собственно освещенные участки и да не забудьте что я делаю разбор ваших иллюстраций присылайте ваши иллюстрации покажу какие-то может быть ошибки которые вы допускаете мое видео позволит посмотреть на вашу иллюстрацию другим взором да и вы можете что-то увидеть по каким-то другим углом и надеюсь это вам очень пригодится и поможет я еще добавляю какие-то элементы на корону то есть полосочку добавляю как будто бы какое-то свечение такое текстурное от корона добавляю немножко текстуры на фон чтобы она не была такой голой безжизненно тоже там какие-то точек до такой слегка светлым оттенком сиреневого поскольку у нас такой сложный политический фон нашей стране эта иллюстрация возникла у меня я решил еще добавить определенную надпись к этой картинке то есть я решил написать слово выборы да и год когда они произойдут сначала ведь я набрасываю просто кистью где бы я расположил какие-то буквы я сознательно не использую какой-то инструмент текст каким-то шрифтом я очень люблю сам рисовать и писать какие-то слова в своих иллюстрациях не используя шрифт либо используя шрифт какую-то основу но перерабатывая его пытливый взор заметь что я разделил слова выборы на 2 то есть я перенес вы и бор и внизу уже звучит странно когда я рисовал у меня была мысль с букву б сделать ее черточку немножко вниз чтобы было похоже на букву в тогда бы еще дополнительный смысл был бы в этой иллюстрации то есть по факту получают бы вы воры но учитывая обстановку политическую так делать уже наверное не стоит потому что за это могут и подтянуть да свить это прием разделения какого-то слова по строчно придает какой-то дополнительный смысл всему и я немножко видите ошибся написал 2021 год но на самом деле выборы у нас президента будут 2024 пришлось исправить что ж друзья вот такая у меня получилось иллюстрация надеюсь вам понравилось смотреть на ее процесс рисования не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал если еще не подписаны задавайте ваши вопросы в комментариях к этому видео я постараюсь ответить на каждый ваш вопрос что ж комментарии лайки туда и всем пока увидимся